здравствуй уважаемый зритель вот и закончилась календарная зима у нас средней полосе россии через серое свинцовое небо стало периодически проглядываться солнышко пока еще редко робко как бы спрашивая ну чё соскучились по мне не забыли как я умею согревать вас лучами а лучше ваших домашних батарей будет и вот и такой только обрадовался этим первым весенним лучам как солнце хлоп и снова спряталась за толще серых густых облаков но смена сезонов уже чувствуется снег начал отступать и скоро можно будет потихоньку доставать из кладовок и гаражей свою поход на туристическую одежду и приблуду ведь многие если не большинство свою тур активность на холодные сезоны приостанавливают если вы как раз из таких людей кто не ходит в лес ночевкой в холодную мокрую погоду то пока все же не спешите торопиться весеннее межсезонье это точно не то время года когда стоит начинать открывать сезон лично для меня в весеннее межсезонье в плане подготовки и осуществления похода одно из самых сложных и неприятных времен года полях и лесах сыра грязно холодно погодите не рвитесь в лес отсидитесь еще немного и потерпите скоро погода устаканится и рванете но ежели совсем не в моготу или в поход вас позвали дружбаны а вы не смогли тактично слиться ну или если вы ведете бомбический блок туристической тематике и вам надо постоянно генерить клёвый интересный контент ну что получить лайки всеобщее признание славу то тогда смотрите этот видос и давайте разбираться к чему стоит быть готовым собираясь поход выходного дня в лес весеннее межсезонье в средней полосе россии кстати а вы знали что по китайской традиции формирования сезонов у них не 4 сезона как у нас но там зима весна лето осень древний мудрый источник коронавируса выделяет еще и пятый сезон межсезонье не верите можете погуглить и вообще-то если рассматривать этот вопрос контексте туризма то подход то пожалуй верный но глядя на видеоряд ты зритель можешь мне справедливо возразить дескать ты чего городишь то у тебя он красота какая вода журчит в ручьях дождя нет ни жарко комары не кусают отличные условия казалось бы но я вам скажу что мне повезло с погодой в этот раз но даже за этим везением стоит большой и относительно тяжелый рюкзак в нем есть довольно много вещей которые мне не понадобились но запросто могли бы пойти в ход а дело в том что прогноз обещал в этот раз целый день дождь вечером снег и понижение температуры до минус 7 градусов и к этому надо быть готовым еще надо быть готовым большому количеству воды под ногами и вы можете смеяться но хорошо еще что я не взял с собой снегоступы а помнится я как-то раз даже в апреле сильно жалел что у меня их с собой не было но ведь что такое поход выходного дня с ночевкой это когда ты ушел куда-то подальше в лес где нет людей и куда относительно сложно добраться пожег костер пожарил мясца чайку попил на огонь позалипал это в многодневном походе ты в плохую погоду забурился в палатку и отдыхаешь книжку читаешь или просто лежишь и внимательно всматриваешься в купол палатки а когда поход короткий и срок его исчисляется часами то проводить остаток дня в палатке без костра совсем уж не хочется это я к тому что надо быть готовым полностью промокнуть под ледяным мартовским или апрельским дождем придя на стоянку переодеться в сухие теплые вещи над головой тент натянуть чтоб кастрик жечь и не мокнуть спальник надо потеплее коврик потолще дабы на холодной еще не прогретой земле ночью при около нулевой температуре не дать дуба вот так оно и набирается рюкзак полнеет и тяжелее ну и теперь пора переходить к конкретике и самая первая сложность которой я сталкиваюсь еще даже не переступив порог квартиры это непонятки на предмет наличия и количество снега на предполагаемом маршруте и даже если в городе уже не осталось снега совсем и даже луж практически нет то на лесных дорогах и просеках вы можете встретить его в достаточных количествах укатанный за зиму снегоходами или колесами плотный и крепкий зимой сейчас он представляет из себя мокрую рыхлую кашу которая адово затрудняет движение ноги быстро промокают что находится под снежной шапкой не видно может колея или яма с водой может ствол поваленного дерева а может большой скользкий корень выпирающий из земли своим ребром подскользнулся запнуться провалиться запросто можно как ранее упомянул как-то даже в апреле я встрял подобную ситуацию и так и не смог пройти по запланированному маршруту а что уж говорить про начало марта тут и лыжи еще могут быть уместны так что на городской асфальт не смотрите старайтесь поглядывать на какие-то лесополосы или парке поспрашивайте у дачников какая ситуация со снегом за городом в лесу но и подобные наблюдения конечно же тоже не отражают ситуацию на сто процентов верно второй неприятный фактор это сырость сырость и грязь грязь преследует тебя везде на полях на раскисших проселочных и лесных дорогах в самом лесу вне дорог ботинки быстро обрастают коричневой коркой грязи эта грязь летит на штаны куртку рюкзак а рюкзак если один раз куда-то поставишь то его дно также становится грязным и плюс к этому бодрящая сырость она как и грязь тоже везде под ногами на ветках деревья в воздухе вот из-за этих двух факторов я каждое межсезонье беру с собой узыка бахилы да в этом походе они мне не понадобились кстати на удивление но с собой эти лишние килограмма полтора-два я в быстром доступе тащил никогда не знаешь какой момент они могут понадобиться случается что без них и по маршруту то не пройти ну то есть пройти то можно но ноги так застудишь что потом урвы с высокой температурой обеспечены и обратите внимание что мембранная обувь это не альтернатива бахилу любая мембрана работает до какого-то момента а потом сдается да и высота ваших отменных ботинок какова ну по косточку эту поперечную берцовую а воды и снега местами может быть почти по колено говоря про мембрану стоит сказать что межсезонье одно из отличных времен года когда уместно и весьма кстати использовать одежду с этой технологичной прослойкой она и не промокнет долго от ветра защитит да и тепло тело неплохо сохранит а вот что считаю не очень уместным так это использование укрытия из тента вместо палатки нет тент с собой в этот раз я конечно тоже имел но только что в случае обещанного метеорологами дождя растянуть его над местом вечерней тусовки у костра но вот для ночевки лучше иметь какой-то надежный водонепроницаемый настил коим является дно палатки палатка защитит не только от осадков сверху но и изолирует от влаги и грязи снизу ну и помните что вы можете оказаться в ситуации когда все дрова вокруг сырые после ходовой активности захочется отдыха и ощущения уютного тепла костра но развести его будет не так-то просто тут могут пригодиться некоторые советы и брутальных чуваков камуфляже из интернета которые подробно расскажут и покажут как добыть огонь в сыром лесу особенно вам не повезет если вы окажетесь в лиственном лесу с преобладанием ольхи и осины которые как известно не горят без керосина а уж сырые насквозь это просто ад для кострового будете разминаться сапахалом или кланяться и дуть на угольки в надежде раскочегарить это дымящая шипящая и негорящее недоразумение кстати а вот вам вопрос для разминки кто знает без интернета как определить подходящую для костра сухо стоящую березку в зимнем или вот таком вот ранневесенним лесу версии и ответы долбите в комментарии почитаем весьма полезная информация следующая сложность межсезонного похода в средней полосе нашей страны это наличие воды для вечерних посиделок у костра с кружкой чая и приготовление еды зимой эта проблема решается растопкой снега который в изобилии лежит вокруг а вот весной если он где и лежит то как правило уже сильно грязный от всяких там осыпавшихся хвойных иголочек листиков веточек кусочков коры и прочего натурального мусора выгребать все это из котелка замучаешься а может так статься что снега и не будет как например вот в этом моем походе который ты сейчас смотришь уважаем зритель и вот тогда уже надо рассчитывать на какие-то другие источники воды в этот раз кстати я вышел к одному большому озеру но вот подойти к воде не смог поскольку берега заболочены и сильно подтоплены не будет же как лютый выживальщик выжимать болотный мох и траву которые как мокрая губка обильно пропитаны водой благо рядом были другие варианты водоснабжения более удобные кстати следует понимать и помнить что не надо планировать маршрут так чтоб приходилось идти по льду каких-то водных объектов водоемы еще могут быть покрыты льдом но вот очень огромен риск того что он уже хрупкий и не выдержит вашу массу ну я думаю это как бы всем понятно как-то давненько с нами произошел забавный инцидент утром пока еще держался легкий морозец мы на машине прямо по какому-то полю доехали до нужного нам пункта назначения поставили палатку затусили так душевно заночевали и в воскресенье днем не спеша стали собираться уезжать назад но не тут то было только мы выехали своими следами на поле как тут же машиненка беспомощно села на брюхо копать толкать все бесполезно нашего скудного ума не хватило понять что утренний морозец подморозил поле она сделалась достаточно крепким чтобы выдержать массу машин и дать нам возможность худо-бедно проехать но днем когда солнышко пригрело ледок на поле растаял и превратился в слякотную зыбучую грязь которая оказалась не по зубам нашему транспортному средству к чему я это рассказываю если вдруг будете планировать какое-то мероприятие вне дорог с асфальтовым покрытием куда планируете добраться на авто помните утром вы еще сможете хоть как-то проехать по прихваченной морозцем поверхности а вот днем или вечером это вопрос ну и если интересно как мы с того поля выбирались то пожалуйста расскажу к нашему везению по полю ехали два квадроцикла видео наш эпичный фейл они паровозиком взяли нашу точилу на буксир но проехали то мы недалеко метров сто после чего один из квадриков был готов закипеть ну или не закипеть а чего-то там по словам хозяина готова была сломаться от натуги операция по нашему спасению была приостановлена ну а дальше классика жопы в руки и в ближайшую деревню за трактором да в межсезонье погода переменчива может быть и тепло и холодно и сыро и сухо и все это может быть одновременно в течение одного суточного похода и надо быть готовым ко всем этим капризом если не хочешь чтобы отдых превратился в жалкое выживание и борьбу с холодом и дискомфортом а большой дискомфорт как моральный так и физический может причинять ветер не стоит его недооценивать да в лесу среди деревьев он конечно меньше чем на открытой местности но тем не менее нагнать жути зачастую обоснованной может запросто кто попадал сильный ветер в лесу наверное знает это поднимается такой гул со всех сторон падают ветки что-то где-то хрустит скрипит и кажется апокалипсис надвигается психологические довольно серьезное воздействие да и риск того что на вас может приземлиться какой-нибудь уже доживающее дерево серьезно возрастает поэтому перед постановкой лагеря нужно обязательно убедиться в том что рядом с вами нет сухих и шатких деревьев способных достать до вас в случае падения мы с женой как-то ходили в подмосковье по одному маркированному маршруту к памятнику героям панфиловцев и похоже пошли в аккурат после какого-то урагана жутко было смотреть какие огромные деревья были вырваны с корня это словами не описать кому интересно ссыльный видос того похода оставлю в описании к этому ролику мне даже страшно представить чтобы мы делали если такой ураган застал нас в лесу ну ураган это конечно не очень частое явление у нас средней полосе но сильные порывы ветра в межсезонье имеют место быть только вот за первые две недели марта в нашей ярославской области мчс три раза присылала смс с предупреждениями об усилении ветра на удивление кстати их шаманские гадания сбывались ветра реально сильные были даже в городе то жутко было стоит прислушиваться к таким уведомлениям и ничего походного не планировать если есть какие-то риски правда не знаю как в москве а вот у нас провинции такие информирования от мчс работают как-то коряво смс приходят не всегда и не всем бывает мне пришлют а жене нет бывает наоборот в общем как и положено работает это через жопу но кроме риска быть придавленным деревом ветер таит себе еще одну подлянку знаете наверное когда смотришь прогноз погоды и температуру воздуха то там пишут например температура воздуха плюс один градус а ощущается как минус 3 и возникает вопрос кем ощущается почему так что за субъективные показатели но на самом деле это так называемый ветрохолодовый индекс его значение рассчитывается по сложной формы если в двух словах то к температуре воздуха прибавляют скорость ветра умножат на какой-то коэффициент жесткости ну короче формула сложная и для таких не очень как я основные зависимости температуры ветра уже занесены в таблицу ее вы можете легко найти в интернете так что загадочные слова ощущается как минус 3 это на самом деле подкрепленные экспериментами факты исследования проводили пиндосы еще аж зимой 1941 года во время антарктической экспедиции два умных чувака исследователя наблюдали скорость замерзания воды зависимости от температуры воздуха и скорости ветра а надо им это было для подготовки своих солдат холодной европейской зиме во время второй мировой войны ну так по крайней мере википедия рассказывает короче довольно любопытные исследования и табличка любопытная так что не стоит игнорировать скорость ветра в прогнозе погоды это такой на первый взгляд невидный и неважный фактор а потому довольно хитрый ну и если я еще не утомил вас и не отговорил соваться в лес ранней весной то ловите последний аргумент природа ведь начинает просыпаться после зимнего анабиоза и начинают потихоньку просыпаться клещи они твари тоже ведь часть природы да еще их крайне мало вроде еще холодный не сезон а потому бдительность притуплена осмотров себя мы не проводим спрей не используем поэтому шанс что не свезет и какой-то ранний клещ которому уже не спится вас цапнет с небольшой вероятностью но имеет место быть в интернете уже с начала марта потихоньку появляются посты от граждан снявших себя этих маленьких уродцев но если и клещ вам не страшен то вот сейчас сомкните булки сейчас будет воистину стремно ведь плюс-минус середине марта начинает просыпаться голодные после спячки медведи и вот ты такой собираешься пожарить свининки вечером на костре но вдруг ёпс и уже ты сам еда завтрак можно сказать узлово после сна потапыча хотя что страшнее средней полосе нашей сверхдержавы медведь или клещ это вопрос очень спорный ну что видите сколько всякого неприятного вас ждет в лесу ранней весной сидите пока дома смотрите видосы и ставьте лайки ну только если видосы годные конечно если не годные то не ставьте а если серьезно то не очкуйте подготовьтесь должным образом ягодицы в руки и вперед навстречу маленькому приключения ищите красивые места и наслаждайтесь отдыхом но только мусор за собой носите спасибо за просмотр и до новых встреч